Как раз туда, куда мы пришли. Филипп Фирсов. Здравствуйте. Филипп Фирсов. Вот. Родился в Москве. Живу в Лондоне. И учился в Лондоне много лет. Вот. Это моя студия. Смотрите. Я тут расставил картины. У меня тут в основном масляная живопись. Я ещё занимаюсь скульптурой. Вот у меня маленькие какие-то фигурки, которые я делаю в разных материалах. Сейчас отставить может. Хорошо видно. А большие фигурки вы делаете? Делаю, да. В металле я свариваю фигуры. Но они не здесь. Они сейчас живут в одном кафе. Так что это тоже направление моей работы. Я очень много делаю в металле. То есть свариваю фигуративные скульптуры. Но все эти скульптуры, они как персонажи, которые у каждого есть своя свой характер, своя реальность, свой стиль. И часто я этих персонажей потом включаю в картины. Или наоборот. Как-то это всё из двухмерного в трёхмерное переходит. Я вот вам прислал статью про то, что я делаю. У меня уже несколько лет такая серия картин, которые большие такие работы. Формат где-то 2 метра. Если подойдет рядышком, мы увидим размер этой картины. То есть это 2 на 140. Да, большая картина. Я таких картин написал где-то штук 8 уже. За последние 3-4 года. И всё началось с того, что я начинал искать какие-то архетипы, персонажи. И я снимал видео. Я ездил особенно много в Европе. И снимал свои собственные видео про людей. И потом как-то всё это пытался совместить. То есть эти рисунки, они... Я делал потом акварельные рисунки, грандашные рисунки. И всё это переходило в масляную живопись. И как-то я компонировал всё это. Как разные мелодии или как разные инструменты в оркестре. То есть есть вот это... У меня музыкальные родители, музыкальное образование в детстве как-то повлияло на меня. И я всё время создавал композиции из разных рисунков. Вот. Вы меня спросили, когда я решил стать художником. Я вот в детстве, когда я жил в Москве, я почти не рисовал. И вот в шесть лет мы переехали в Англию, и мне пришлось как-то начинать творческое мышление. Там, учить язык, учить свои... Всё, что вокруг меня, нужно было как-то это нарисовать, понять, осмыслить. И поэтому вот я думаю, где-то лет семь-восемь я стал очень много творить, рисовать, придумывать как-то истории. И очень много всего повлияло на меня. То есть, у родителей была очень творческая жизнь, у них было множество концертов, было множество друзей, которые все очень начитанные, культурные. Как-то всё это у меня переходило в меня. Потом у меня была огромная коллекция кино, которое я смотрел с детства. Так что, я не знаю, как-то всё вместе, вот, чтение книг, путешествия, музыка, всё это вместе как-то переходит в кисть. И я думаю, что, в принципе, художник, он как-то фильтрирует весь мир. У него через вот пальцы, через вот это сосредоточенное соединение мысли проходят и весь мир как-то перестраивается. Поэтому то, что я делаю, это сначала я всё вижу, потом размышляю, потом это как-то рисуется. И рисуется всегда по-разному, зависимо от настроения, от того, что происходит вокруг. Я думаю, где-то так я с детства начал это делать и доучился до 25 я закончил учёбу и сейчас мне 27 и я до сих пор хожу на какие-то курсы, но в основном я занимаюсь здесь, в студии. Что такое вот эти картины? Это такой сбор, сборище всяких многих рисунков, которые я делаю с натуры. То есть у меня позируют модели, это делаю на каких-то сеансах, либо здесь, либо классы устраиваю. и всё это должно как-то вместе построиться в какой-то пантеон или в какой-то пир, в котором есть разные направления, можно находить много деталей. То есть это не такой образ, как обычно мы смотрим фотографии сегодня. Это то, что можно рассматривать много-много раз, и держа это у себя дома, ты находишь много новых деталей каждый раз. Это такая картина, которая медленная и требует размышления, требует внимания и какую-то философию, я думаю. Ну вот, здесь разные какие-то ещё на меня вляют разные художники, и вот вот эта серия, которые вот такие картины были про мигрантов и про разных людей, которые живут может быть в какой-то иной реальности. То есть вот эти вот люди, они я их снимал, это старобрядцы, которые торгуют травками на рынке, и я посмотрел картины Сутина вот в Париже, и как-то после этого вот эта гамма и такая пластика красочная она у меня ассимилировалась и пошла вот у меня вот эти яркие комбинации зелёных, красных, такие контрастные цвета, и как-то колоритные персонажи тоже вот хотелось их вместе собрать. А здесь очень классическая картина, то есть я посмотрел скульптуры Микеланджело и потом это переделал в современную шлюпку, где все эти мигранты уезжают от кораблекрушения. Так что эмиграция как-то очень много сделала для меня в том смысле, что мне пришлось понять, откуда я и куда я иду и вот все эти все эти истории про эмиграцию и все эти новые страны это хотя я был очень маленьким мне пришлось именно с маленького возраста думать об этом и как-то людям объяснять откуда я или откуда я сюда попал не то, что не то, что я там кому-то принадлежу или вообще вот про национальность я очень мало знаю я знаю несколько языков но я не считаю себя ни русским ни английским и как-то больше всего я считаю себя человеком который вырос в Европе и в общем получил всю культурную вот изюминку Европы все эти вот музеи все эти картины и скульптуры я всю жизнь езжу и смотрю и как-то эта культура на меня влияет и потом я общаюсь очень много с людьми и это все тоже переходит от моей картины вот так у вас потрясающе интересный рассказ вы знаете потому что когда я смотрела картины на веб-сайте отдельная картина когда смотришь картину например вот эту у меня возник очень большой вопрос по поводу вот этого разреза груди вот у меня просто позировали разные люди и некоторые из них просто были в таких разных маскарадных костюмах то есть этот разрез он просто случайно получился вот это как бы девушки которые работают как актрисы в цирках там и так далее они у нас позировали а смысл в этой картине то есть эти фигуры потом как-то соединяются и у них получаются разные коридоры вот как вот эти формы переливаются и это я взял из Рубенса когда я срисовал у Рубенса композиции вот и здесь попытка рассказать историю страны но я выбрал ни Англию ни Россию в этом смысле захотел вот я очень люблю Италию туда езжу и решил нарисовать карту Италии так что здесь как бы вот средиземное море и всякие города и маленькие монументы из всех мест куда я ездил они появляются и как-то совместно растут вот тут Адриатическое море Франция вот тут Рим Флоренция и потом дальше вниз вот Неаполь вот это имеется ввиду Сицилия и я сюда как-то хотел вписать разные мифы греческие вот в Сицилии есть такой символ трех ног которые выходят в три разные направления из какого-то из какого-то ядра и вот это ядро этот вулкан и поскольку я не единственный русский который очень любит Италию итальянскую архитектуру и живопись я решил что надо взять Петра который в середине такой вот он прямо вот из вулкана вырывается вот и здесь вот все эти карты Сицилии все дороги где были греки и потом римляне много разных цивилизаций и вот из этого из этого ядра выросла как бы наша вся европейская культура все эти наши города наши разные ну понятия как сказать о себе происхождение и какие-то вот ссылки на старую историю то что то что люди считают их монументами их памятниками и вот потом все эти люди они они тоже они как персонажи из итальянской истории вот вот этот король это имеется ввиду король который объединил Италию вот и еще он похож очень на последнего из Медичи вот который Джан Гастоне Медичи который значит ужасно распух нажрался и потерял полностью свою династию потому что он просто совершенно уже все было в Италии и он как-то не захотел продолжать род Медичи так что это как бы конец и начало объединения Италии вот но факт то что все это состоится из многих многих разных актеров и каких-то персонажей то есть вот разные флоты итальянский французский турецкий там английские корабли то есть может быть какие-то элементы я взял из Пушкина вот может быть вот эта звезда во лбу или вот здесь вот из моря выходящие богатыри 30 витязей и в общем очень-очень много деталей на разных шкалах то есть большое маленькое это как-то как пантеон который который делает синтез всех этих разных историй вот внизу тут Египет и происхождение всех цивилизаций это тоже включается то есть это африканское побережье и кверху все это растет и становится очень-очень микроскопическими всякими элементами здесь вот первые храмы греческие вот дорога в Палермо столица и оттуда в горы в разные крепости в Абалийске в Сиракузу где был Архимед и далее через море как бы между Сцилой и Харибисом вот Одиссей плывет вот итальянское судно защищает границу вот потом вот тоже всякие пулийские крепости потом вот так через плечо то есть это вот такая серпантинная дуга по которой глаз идет и и как-то сосредотачивается на маленьких деталях потом дальше продолжает по всей вот Италии в Альпы вот сюда вот и тут через Пондюгард во Франции в общем в запад а тут на восток в Карпаты и в Россию и вот интересно я сделал я был в Монтенегро и вот увидел что тут построили стену может быть это чтобы постановить греков или турков или вот как-то разделить это вот Римскую империю от того что за ней за этой границей так что есть такие вот элементы про про историю Европы не только в Италии но все вместе ну конечно здесь очень много вещей из просто того что я как-то нашел там кого-то нарисовал а потом переосмыслил в свою какую-то эпопею так что конечно может быть на свежий взгляд новый новый взгляд человек видит свои какие-то ассоциации но вот главное это сопоставить я не знаю голову инохристителя вот здесь и какую-то вот эту вот музыкальный инструмент грудь усы там золотой зуб все эти элементы они литературные живописные и вот именно то что они против друг друга работает это как-то стимуляция для для собственного путешествия то есть не обязательно все это так объяснять те кто эти вещи знает они могут их увидеть многие вещи очень очевидны а менее другие так что это очень персонально интерпретация меня очень интересует вот вообще потому что ну у меня своя какая-то интерпретация но но рисую я картины и потом так же как случайно я нашел этих людей так же случайно люди увидят мою картину и будут ее как-то по-другому читать вот